Боево. Село Каширского района Воронежской области. Административный центр Боевского сельского поселения. Село Боево берет свое начало от Воронежского Покровского девичьего монастыря. В 1626 году царем Михаилом Федоровичем Романовым на нужды обители было пожаловано Фарасанское ухожье. Большая часть ухожья была не заселена, и такое положение сохранялось до второй половины XVIII века. В 1764 году указом Екатерины II в России было ликвидировано церковное и монастырское землевладение. Не избежал этой участи и Воронежский Покровский монастырь. Вскоре на изъятые пустовавшие свободные земли, называемые Фарасанской степью, стали заселяться бывшие монастырские крестьяне из центральных губерний Российской империи. По названию сел Каширского района можно определить, откуда пришли переселенцы. Московское, Данково, Можайское и другие. Также из заселения шло и на месте будущего села Боево. В 1769 году в рубеже речки Фарасанки селятся крестьяне из ликвидированного Свенского монастыря. Спустя два года, в 1771 году, с их согласия вселяется вторая группа, а в 1772 году к ним подселяются бывшие помещичьи-крестьяне, князей Репниных. Таким образом они образовывают три поселка – Верхний, Средний, Нижний, Боев. В 1772 году монастырские крестьяне просят разрешения о постройке церкви. Их ходатайство было удовлетворено. По свидетельству Самбикина, в 1778 году деревянная Пятницкая церковь была освящена. В 1873 году было начато строительство каменной церкви в стиле классицизма. В 1877 году церковь была освящена также в честь Пороскевы Пятницы с пределом Святого Николая. Эта церковь является памятником архитектуры регионального значения. В 1856 году хутора объединились в одно большое село под названием Боево, хотя прежние названия в документах сохранялись вплоть до середины 20-го столетия. Селяне в большинстве своем занимались земледелием, но помимо основного сельскохозяйственного занятия, жители занимались пчеловодством, мед и воск продавался в губернский город, изготовляли кафель и кирпич, из которого строили в основном храмы и дома зажиточных горожан. Продукция местной маслобойной производилась успешно, реализовывалась в Воронеже и во всем уезде. В селе действовали 11 торговых заведений, 5 лавок, чайная. Проходивший возле Боево почтовый тракт позволял местности бурно развиваться. В конце 19-го столетия в поселении возникла проблема малоземелья, и многие жители стали покидать село и уходить на железнодорожные работы. Перепись населения в 1890 году показала, что в селе проживает 5908 человек. Вскоре Боево выделяется из состава московской волости и становится отдельной самостоятельной единицей, Боевской волостью. Начиная действовать волостное управление, появляется урядник. В 1879 году в селе открылась земская школа, в которой получали образование 91 мальчик и 16 девочек. Позже при храме начала работу церковно-приходская школа. В ней училось 107 мальчиков и девочек. Попечителем являлся Арестов. Преподавание шло и в школе грамоты. В ней получали образование 21 мальчик и 6 девочек. В 1915 году в селе открылась низшая сельскохозяйственная земская школа. В начале столетия было принято решение открыть двухклассовую школу, но этому помешала Первая мировая война – инфляция. После указа об образовании в Воронежской области в селе Боево школы крестьянской молодежи она появилась в 1925 году. Учились в ШКМ как боевцы, так и ребята из окрестных сел. Например, Лыков, ГИ, житель села Боева. Окончив школу крестьянской молодежи, поступил в сельскохозяйственный техникум, потом в сельскохозяйственный институт. Работая в СХИ, защитил докторскую диссертацию. Также в школе крестьянской молодежи учились такие знаменитые люди, как Бушмин А.С. – доктор философских наук, Холодов М.С. – полковник в отставке, Викулин К.И. – полковник в отставке и многие другие. В начале XX века в селе жило 5908 человек обоего пола в 777 дворах. Численность населения не переставала расти и в последующие годы. В 1909 году жителей было 6196 человек, проживали они в 769 дворах. В 1914 году боевцы встали под знамена императорской армии и участвовали в Первой мировой войне. Эта война унесла 28 жизней боевцев только за первые два года сражений. В 1917 по 1920 годы несколько раз в селе большевики устанавливали свою власть, но не раз крестьяне изгоняли красных. По данным фонда «Мемориал», большевики репрессировали минимум 85 жителей села. Маховик репрессии раскручивался на полную мощь, под него попадали как зажиточные крестьяне, так и беднота. Одними из первых пострадали в 1924 году верующие за участие в крестном ходу к обновившейся иконе в Пятницком храме. В 1934 году и сам приход претерпел ужасы террора. Местные активисты лишили церковь колоколов, звон которых слышался за много верст от села. Противостояние селян и властей, которые стремились разрушить святыню, длилось два года. Наконец, в 1936 году был найден компромисс. Храм решили не разрушать, но сделать из него склад для хранения зерна. Несмотря на то, что прихожане лишились колокольного звона, многих древних святынь, церковной молитвы им удалось главное – сохранить храм для потомков. Так исполнилось предсказание местного юродивого, говорившего «Все церкви продам, только Боевскую и Московскую не продам». Церковная молитва замолчала на долгие 10 лет. Но чтобы потом вновь зазвучать и сделать Боево центром духовности для всей округи. Во время коллективизации в селе образовалось 12 колхозов, просуществовавших до 1950-х годов. В годы войны немцы Дон не перешли, село не было оккупировано. В 1942 по 1943 годы Боево стало пристанищем для беженцев из оккупированных сел, расположенных за Доном. Также на территории села в Нижнебоевской школе был создан концлагерь для пленных венгров. Многие из военнопленных умерли от болезни и голода и были захоронены возле школы. 453 жителя погибло на войне. В 1995 году к 50-летию Победы был установлен памятник на мемориальных досках, которого выбиты имена всех погибших и пропавших без вести односельчан. Послевоенное время, как и для всей страны, было тяжелым. Голод и разруха сказались на численности населения. Рождаемость упала. Такая тенденция сохранялась до 1950-х годов. После войны боевцы работали преимущественно в колхозах. Некоторые перебрались в Воронеж. С началом строительства АЭС в поселке Нововоронежский многие решили связать свою судьбу с атомной энергетикой. Стали работать и жить в новом населенном пункте. В 1965 году был образован совхоз «Боевский». Он специализировался на растениеводстве и жироблотноводстве. В большинстве своем продукция поставлялась в поселок Нововоронежский и областной центр. В советское время в селе существовало три школы. Начальная, Верхнебоевская и Нижнебоевская, в которых дети получали семилетнее, а потом и восьмилетнее образование. В 1982 году школы объединили в одну. И школьники стали получать десятилетнее образование в новом двухэтажном здании школы. В селе было пять магазинов, ДК, КБО, два фельдшерско-акушерских пункта, теплица по выращиванию огурцов, детский сад, школа, библиотека. В 1993 году совхоз «Боевский» обанкротился. Жители получили паи. Многие из них создали крестьянско-фермерские хозяйства. Перестали существовать три фермы, теплицы и детский сад. Производство сельскохозяйственной продукции является основной отраслью экономики села. Главными производителями растениевоческой продукции в данный момент являются сельскохозяйственные организации. Крестьянские фермерские хозяйства производят продукцию растениеводства. Подсолнечник – зерновые, в меньшей степени сахарную свеклу. Также на территории села работает завод по производству круп и ныне недействующий месокомбинат. Четыре продуктовых магазина принадлежат индивидуальным предпринимателям. Село связано с населенными пунктами района, дорогами областного значения. Возле села проходит трасса Нововоронеж – Воронеж. Два автобуса номер 166 и 329 связывают село с городом Воронеж. Автобус номер 134 селом Каширское, которое является районным центром. Также в четырех километрах от села проходит ЮВЖД со станции в поселке Колодезный. На Боевской земле родились и прославили ее певица Карина Викторовна Кожевникова, выдающаяся российская джазовая певица. Кирьянов Алексей Игоревич, чемпион России по кроте. Зверева Валентина Алексеевна, доцент-кандидат политических наук. Лыков Г.И. Доктор сельскохозяйственных наук. По становлению администрации Воронежской области номер 850 Церковь Святой Мученицы Пороскевы Пятницы является объектом исторического и культурного наследия. В 2002 году был произведен капитальный ремонт. Иконостасы были обновлены, фасад отреставрирован, установлены золотые ажурные кресты, проведено газовое отопление. В 2007 году куплены и освещены колокола, заменившие кислородные баллоны, висевшие с 60-х годов. В 2017 году были проведены реставрационные работы купола. В данный момент идет капитальный ремонт Пятницкого алтаря и облагораживание территории храма. Согласно священному преданию, Пороскева родилась в годы царствования императора Диоклетиана в городе Иконий, в семье богатого сенатора, но уже в ранней юности посвятила себя эскетичной жизни. Родители святой особо почитали день крестных страданий Иисуса Христа – Пятницу. Потому и назвали родившуюся дочь Пороскевой. Когда император Диоклетиан начал жестокое гонение на крестьян, он повелел правителю Икаонию Аэтию в подвластных ему городах преследованиями и мучениями истребить христианскую веру. Аэтия отправился в Иконий, святая Пороскева была схвачена, претерпела жестокие мучения и обезглавлена. Образ великомученицы Пороскевы на землях восточных славян тесно сросся с древним культом языческой мокоши, который женщины посвящали Пятничный день. В народе святая получила двойное имя – Пороскева Пятница. Отсюда пошли многие церкви во имя Святой Пятницы. Слово Пятница чуть ли не превратилось в самостоятельное женское имя, которое могло бы существовать рядом с Просковией, как имена воин и постник. В Сербии и Болгарии называют Света Петка – Святая Пятница. На данный момент в селе Боево проживает 1961 человек.